И еще одна круглая дата. Заслуженному артисту Беларуси Александру Солодухе сегодня 60. Таких исполнителей, как он, называют эстрадной классикой. Однако он не боится экспериментировать и регулярно эпатирует публику новыми образами. Исполнитель много лет живет в статусе народного любимца. Такой свой Солодуха с такими простыми, но верными песнями. Одна только коронная здравствуй, чужая милая чего стоит. К юбилею вырастил неплохой музыкальный урожай. Исполнитель в отличной сценической форме и сегодня в гостях у программы «Добрые ранницы Беларусь» презентовал еще одно детище. Репортаж Нина Можейко. Заслуженный и всеми любимый, эпатажный и непредсказуемый. Достаточно просто сказать его фамилию Солодуха. Александр Антонович, ну вы даже в свой день рождения не можете себе позволить расслабиться. Это все. Здравствуйте, доброе утро. Помогите, пожалуйста. Да, конечно, естественно. Я для этого здесь. Это кошелечек. Первый адрес юбилейного дня, конечно, Макайонка 9. Здесь его узнают без документов. Но порядок есть порядок. Паспорт проверить обязаны, хоть и с улыбкой на лице. Хорошо. Спасибо. Мне нравится ваш настрой. Трудоголик. Если одним словом оторваться от рабочего процесса, сложно даже в свой день рождения. Пять раз проснулся, четыре. Думал, проспал. Сколько лет, сколько лет. Но прежде чем навести эфирный лоск, проверка нет ни связи. Связь со зрителем всегда есть, а звука микрофонов. И здесь Александр Антонович предельно сосредоточен. Как и всегда, на работе. Погромче, да. Погромче, погромче, да. Микрофон, наушнички побольше, Юр. Нет, нет, девочка, не так я работаю. Давай сначала голос. Чуть больше. Можно немножко больше минус. Требовательный к себе и к окружающим. Всегда на позитиве и с рабочей улыбкой. И это тоже часть имиджа. Солодуха никого не оставляет равнодушным. Особенно сегодня. Первый на всю страну поздравил. В прямом эфире. Так что сегодня все с утра встали пораньше, чтобы поздравить Александра Антоновича. Готовили видеоматериал. Собирали весь архив, чтобы все достоверно получилось. Все песни. В частности, одна. Здравствуй, чужая милая. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется. Дочки твои глаза. А вы помните его таким брутальным романтиком в кожаных штанах и бандане? Его чужая милая стала родной для миллионов поклонников. С гастролями объехал всю страну. Хотя творческий путь мог так и не начаться. Ведь по специальности Солодуха не певец, а санитарный врач. Целый год проработал по профессии и даже в качестве инспектора рыбнадзора. Кстати, рыбное меню популярной сети минских магазинов затестил с музыкальной точки зрения совсем недавно. Дал Фору, Криду и Киркурову на черном стиле. Он действительно всегда на хайпе. Спел и про виноград, которому подпевают не только фанаты, и про верное сердце. А чего стоит эпатаж в костюме бабочки или шпагат похлещего андама на танках? Он всегда прекрасен, и его настроение, его азарт, его улыбка, она просто не дает всем нам расслабиться. Сверху круговыми. Круговыми. Сейчас покажу. Несложный грим, немного тона, тонкий слой пудры, чтобы не блестеть, но блистать. Но прежде чем выйти в прямой эфир, немного о личном. Этот день, как вы привыкли проводить? Есть ли какие-то, может быть, у вас традиции семейные? Мы всегда празднуем, вы знаете, да, не круглые даты и не пятерочные, да, мы празднуем дома, в кругу семьи. И сегодня, да, порядка 60 человек. Александр Солодуха 6,2,0. 6,0 в вашу пользу, естественно. Да, конечно. К юбилею приготовил премьеру, правильнее было бы сказать, придержал. Песня написана для альбома кутошек Белоруссии Юлия Быкова и Евгения Малейникова. И сегодня целеустремленный Александр Солодуха строит далеко идущие планы. В первый день весны выпустит пластинку, 12-ю в карьере, а летом хочет собрать Минский стадион «Динамо». Большие формы в юбилейный год. Ведь Солодуха с годами только лучше. Нина Можейко и Алексей Юнош, агентство теленовостей. Минский стадион «Динамо»